Аксакал Большое вам спасибо за ваше интервью, за ваши ответы и за ваше время Вам спасибо, вам спасибо и просто хочу передать привет всем местонским друзьям Хоккей это всегда, все игры не выиграешь Но будем стараться показать хорошую игру И чтобы понравилось зрителям Я тебе главный свет души и тех, кто приходит в зрительный этап Тогда отпадают все эти проблемы, что можно, чего нельзя Я себе позволяю все Вот спустя 20 лет она меня встретила и говорит Димыч, по-моему, вы повзрослели и вам пора Мы изучали, как я приветствую народ Встать в моей команде начали Народ! Мне нравится жизнь, мне нравится любая погода, мне нравятся люди, мне нравится мое дело, мне нравится жить Это не демагогия, это отношения Я вам сегодня говорю об отношениях Методика написания песен несколько изменилась Наверняка все читали Германа Гесса «Игру в бисер» Много оттуда и много из культуры Буриме И я просто давно уже для себя поняла, что все в мире взаимосвязано, в том числе слова И какие бы вы, например, 5 или 6, 7 слов не взяли, совершенно с потолка Все это разные по содержанию, по своей функции Вы сможете написать какой-нибудь связанный текст Марк Вегас сегодня в студии этого вечера Мы устроим настоящий допрос Как ему удается встречаться со всеми звездами, которые приезжают в Таллинн? Добрый вечер, Марк! Добрый вечер! Что ты предпринимаешь для того, чтобы получить контакты и для того, чтобы встретиться со звездой? Слушай, ну работа начинается с того, что ты находишь какую-то афишу и выцепляешь оттуда каких-то актеров Интересны они тебе, неинтересны? Потом ты просто появляешься на бэкстейдже в дверном проеме и тебе не могут отказать? Нет, сначала проходит уговор промоутеров Надо их уговорить на то, чтобы они дали согласие, подтянули свое время, подтянули артиста И тогда, может быть... Что ты используешь в качестве приманки промоутеров? Денежные суммы, обещания или просто действуешь угрозой? Ну, нет, никаких угроз, никаких денежных сумм Я предлагаю просто внимание нашего канала, и некоторых это устраивает Отлично просто! Были ли какие-то у тебя, скажем так, проблемы, когда ты берешь интервью со звездой? Потому что, понятное дело, что люди, во-первых, занятые очень сильно Во-вторых, нервные, потому что талантливые А в-третьих, капризные, потому что талантливые Потому что звезды! Ну, как правило, на самом деле, если артист соглашается уже на интервью И как профессионал, он, в принципе, готов к тому, что ему свое плохое настроение Надо хоть как-то усмирить Единожды там у нас была проблема, не проблема, с Колей Фоменко Когда они дали с Ермольником то интервью на Болткоме На следующий день их прописочили все российские СМИ И ребята сюда приехали, мягко говоря, не в настроение И если Ермольник еще как-то там умудрился сдержать свое настроение То Коля дал там волю чувствам Пришлось много пускать под нож и так вот делать уже сюжет без его Он прямо так слегка хамил, да, во время интервью? Ну, до мата дела не дошло, но оператор сказал Я думал, вы подеретесь Вот так вот это было Скажи, Марк, но кого-то ведь наверняка не удалось получить Кого? Ну, не удалось получить господина Александра Серова Который, ну, знаете, есть такое понятие Сбитый летчик Вот сбитый летчик, он не хочет мириться с существующей реальностью Он когда-то был популярен, а сегодня его зал... Наоборот, он же должен быть влюблен в внимание медиа Самое интересное, что так и не получается То есть он приезжает, он видит полупустой зал Он почему-то считает, что виноваты организаторы, виноваты зрители Что-то еще происходит Ему лень в этом разбираться Он говорит, я не хочу, я не буду фотографироваться, я не буду... Надо было мне просто пойти, не тебе Может быть, может быть То есть поэтому доступ к телу был закрыт, да? Закрыт изначально, да, интервью просто не состоялось Потом господин Казаченко у нас просто взял и отменил гастрой Потому что у него в Латвии что-то пошло не так Он решил, а заодно и Эстонию под нож Решил не запариваться Как ты считаешь, лучшее твое интервью за весь сезон твого вечера? Сложно сказать, лучшее Ну, то есть они все хорошие, все мне дорогие И, то есть, лучшее Наверное, обращаешь внимание на тех артистов Чем больше калибра у человека, тем интереснее с ним разговаривать В принципе, ему и вопросов не надо задавать Ну, вот по поводу вопросов Ну ладно, а худшее? Было такое? Или тебе сложно так говорить в таких категориях и своей работе? Наверное, не хотелось бы упоминать про худшее Но вот когда начинается проблема с каким-то незапланированным особенно Ну, вот как с вами То вот не хотелось бы По поводу вопросов, расскажи, как ты их подбираешь, эти вопросы Потому что, наверное, для звезды, которая дает интервью, в принципе, в каждом городе Вопрос принципиальный Интересный, неинтересный Вот как ты сам для себя определяешь Смотри, опять же, вот чем богаче биография у человека, его На сцене, где угодно Тем проще с ним Ему просто вот даешь какой-то один вопрос Он сам начинает рассказывать Есть такие вот были идиоты Удивительные просто Вот артисты приезжал Душанев, да Приезжал Виктюк, приезжал Райкин, приезжал Сухоруков Спрашивать, по сути, ничего не надо Только успевай вопросы свои вычеркивать Потому что ты уже их не задашь никак Тебе на них ответили Как тебе кажется, это достоинство Вот такая открытость, например, у Сухорукова в интервью? Потому что он бил фонтаном, но он обычно всегда такой Ну, безусловно, а как еще? Скажем, сложнее вести диалоги с теми, кто участвует в каких-то антрепризах Допустим, люди до этого участвовали в скетч-шоу А сюда они приезжают, они участвуют в спектакль По сути, вроде бы-то 3-4 вопроса, а они отвечают так коротко Да? Нет? И ты такой, ох, черт, у меня же тут еще 5 вопросов А ты понимаешь, что эти 5 вопросов укладываются в 3 минуты И приходится уже тогда разговаривать Как ты справляешься со своими смеховыми реакциями? Потому что когда ты брал интервью, по-моему, у группы «Поющие трусы» Мы здесь просто все ухахатывались И я все время думал, а что же ты там во время интервью? А я вырезаю, это все потом Ты ведешь себя естественно, смеешься Ну, безусловно, Романов начинает рассказывать, лидер группы «Воскресенье» Про то, как некогда Мелик Пашаев пристроил своих бородатых цыган в филармонию То есть я не мог не рассмеяться Но это мне показалось очень смешным Вот эти золотозубые бородачи в филармонии, братья по преферансу У тебя всегда есть возможность посмотреть спектакль «Доли» после интервью или концерт? Ну, как правило, организаторы идут навстречу с этим вопросом То есть если нужно это снять, нужно посмотреть Допустим, опять же, как было с Сургановой Пришел на интервью, я готовился к нему, честное слово Я там собрал целую кучу вопросов Я посмотрел концерты, выступления, взял эти все вопросы, вот так вот и выкинул И разговаривали же с чистого листа, потому что все это не имело никакого значения То, что я там себе напридумывал Концерт произвел на тебя такое сильное впечатление, да? Безусловно, безусловно Ты знаешь, сильное впечатление в нашей студии также произвела и Маша Малиновская С которой, да, примерно так Ты также практически в солнцезащитной точке И да, в очках, да, молодец, красавчик Потом просто ты отправился на мероприятие, собственно, на которое она приехала И вроде она там была совсем другой Она там тебя очаровала, говорят Что было, как тебе кажется, непосредственно с Машей у нас в эфире? Потому что многие решили, что она была... Какой провокационный вопрос! Не призва! Ну, сложно сказать Она уставшая какая-то, такая вот невыспешность Она могла быть уставшей, она могла быть наоборот, чересчур бодрой Мы сейчас об этом никак не узнаем Но когда, действительно, гость приходит колючий Ну, что можно еще сделать? Ну, то есть мы сделали, что могли Надо было сделать ей массаж, Марк До программы И тогда она пришла бы расслабленно Но я обязательно буду Спасибо Марк, как прошло интервью с группой Lumen? Отличные парни, на самом деле То есть они тоже немного повозмущаются У них у всех есть истории какие-то И в том числе он рассказал, что к нам приходят Но меня послали из редакции Ну, вот с чьих-то слов У меня послали из редакции А вы играете тяжелый урок, да? А сколько лет? О, 20, надо же Так интересно И, естественно, когда он видит интерес И подготовленного какого-то человека То разговор, разумеется, складывается отлично Вот такие ребята были И все отлично вам рассказали Дорогие друзья, в эфире программы «Твой вечер» Был легендарный Марк Вегас И смотрим очередное интервью Легендарного Марка Вегаса с группой Lumen